Так же вот аномально холодно в этом мае? Нет, снега там не было, но хотя заморозки были. Я свои грядки укрыл, конечно, у меня там много чего растет. У меня клубника, лук, чеснок, травы разные. Кстати, посадил недавно огурцы, а помидоры не успел. И, может, оно и к лучшему. Стоят у меня на окошках в баночках. Огурцы не рано спаслись? Ну, вот как успел, так посадил. А ты стеблицу или в рот? Ну, я их такой специальной сеткой затянул, и они там, надеюсь, все это пережили. Хозяйственные, да. То есть ты прям сам заморачиваешься, вот это все делаешь? Дело в том, что там дача, это дом старый моего деда, он его получил после войны. И вот там весь участок, он был раньше в грядках, там картошка была. Сейчас таких голодных времен нет, поэтому я оставил один такой участочек, там построил грядки, и там все это у меня растет. Дима, а давай посмотрим твою дачу так интересно. На своих шести сотках под Минском Дмитрий Колдун не посадил ни одного куста картошки. Зато здесь есть лук, редиска и клубника. Сюда моего и родимого лоткнем. Вот так. Певец проверяет, прижилась ли после морозов смородина и земляника. А вот за урожай огурцов Дмитрий Колдун не беспокоится. Они боятся холода, так что сегодня пришлось их оприкрыть. Вон, смотрите, как они в бутылках живут. Самый капризный на участке признается колдун Тещин-цветник. Тут мускари, лаванда и жасмин. Им то солнце подавай, то воду. Мимо Тещиного сада я без лейки не хожу. Дима, цветы конец! Молодец! Первый. Почему в Беларуси нет картошки? Вот у тебя на участке логично. Должна быть картошка. Это стереотип. Нормально. Делайте. Я просто развеял этот стереотип. Ну вот картошка-то вкусная как-то. Да, вкусная. Ну потому что за ней нужно следить, там вот этого жука собирать. А я вот этим живодерством не собираюсь, потому что дед мой всегда в баночку с керосином собирал, потом это поджигал. И живодерел. И второй вопрос, который возник, вернее, не вопрос даже, а сомнение. Ты неужели сам все это делаешь? Я не верил ей. Жена помогает? Жена в меньшей степени. Тут, наверное, больше теща помогает. Большой привет. Димка в пандемию выставлял ролики, как он выращивает там всякие разные... Ну у меня рассада, да, я сам этим занимаюсь. Я увидела, что вдохновилась, что у меня было вкусно дома. Я думаю, какую лошадь, а я думаю, какую лошадь. Димки посадил дома. Сейчас очень важный момент. Даже рассаду ты не покупаешь, а сам выращиваешь. Нет, конечно. У нас есть специальные семена, я даже знаю сорта, которые там растут. Хозяйственный парень, некрасивые хозяйственные. Что-то новое я тебе узнаю. Потрясающе. Приходи чаще. Лена, а ты не думала никогда грядочку себе завести? Нет, мы вообще, когда дом купили за городом, а там у нас были и теплица, и грядки, там тоже лук, петрушка, вот эта редиска, все. И мы все... Ну а сейчас мысли не возникает? Может, пора возродить как-то? Потом я туда высаживала розы, они тоже стали расти какими-то длинными, не хватало солнца, мы их тоже скосили. Пора вернуться к редиске. Ты не переживаешь за снег. А я очень хочу. Я насмотрелась, мне даже стыдно стало, я тоже хочу теперь все это. Сразу после передачи... Вызываем это самое... Служба колдун на час. Да. Служба колдун на час. Дима, кстати, берет. Почасовая, да. Колдун на час. Продлевать будете? Да, да, да. Продлевать будете. А можно всех посмотреть? Он еще и споет, да? Всех посмотреть. Хороший заработок тоже, я считаю. Отличный. Андрей.